доктор джон хегелин что такое ягья махариши ягья это технология звука она использует химию звука тот научный факт что с помощью звука можно превратить что угодно во что угодно это древняя наука и в индии она использовалась в течение тысячи тысяч лет почему махариши и каким образом махариши вдруг сделали его по-прежнему мощный восстановил полностью ее силу он восстановил йогу для ягья что это значит вместо того чтобы учить ведических пандитов как это делалось веками просто произносить определенные звуки слух на грубом уровне слышимые речи которые называются вайкари то есть уровень произносимой речи махариши добавил к подготовке ведических пандитов очень мощную фундаментальную технологию йоги то есть трансцендирование это программа трансцендентальной медитации и тем ситхи включая йогические полеты чудесные богатые глубокие программы включающие групповые йогические полеты что это дает это позволяет уму как мы все хорошо знаем проходить весь диапазон речи весь диапазон мысли от грубого к тонкому более тонкому вплоть до трансцендентного существуют различные названия для этих уровней ума различные ведические термины для обозначения этих разных уровней речи вайкари наиболее грубой матхима абстрактный концептуальный пащанти уровень тонких ощущений и пара трансцендентный уровень речи источник речи у йога и у ведического пандита все эти уровни ума оживлены все эти уровни речи оживлены таким образом когда просветленные говорят когда они думают они говорят и думают с огромной силой весь диапазон ума используется все более полная по мере стабилизации плак практики йоги опыта трансцендирования ведические пандиты практикуют продолжительные программы включая йогические полеты в течение многих многих лет и когда они говорят и вы это даже можете услышать когда они декламируют ведические мантры когда они произносит определенные звуки ради определенного эффекта это происходит не на грубом поверхностном уровне речи да речь используется вы можете слышать декламацию но другие более тонкие более мощные уровни ума также вовлечены таким образом полный потенциал силы ума весь потенциал силы человеческого разума даже его абсолютный уровень участвует в исполнении ягья махариши в этом заключена принципиальная разница годы и годы практики ягья и йоги махариши возродил йогу для ягья возродил всю силу ягья и так что же такое ягья ягья махариши это точный подбор ведических мантр точный подбор звуков ведической литературы это использование этих определенных звуков декламация этих особых звуков для достижения желаемой цели с помощью того что мы называем химия звука и ягья махариши отличается не предписанием определенных звуков она является древней нерешимой традицией отличие в силе используемой при декламации этих звуков как нам известно мысль может быть очень слабой или чрезвычайно мощным когда в писаниях утверждается что с верой размером с горчичное семя вы можете сворачивать горы это не поэтическая метафора это прямое описание способности мысли на уровнях пара и пашянти в действительности исполнять задуманные желания очень и очень быстро как медитирующие мы испытывали эту возрастающую силу мысли и растущую поддержку природы в своей жизни так что махариши совершил нечто невероятное оживив или можно сказать возродив йогу для яги восстановив мощь яги вот по сути как работает яги как она всегда работала и это помогает нам понять немного лучше необыкновенную силу яги с которой мы все уже хорошо познакомились наблюдая за этой программой и работая с тысячами людей в течение многих лет в областях джотиша и яги махариши используя ведические технологии предотвращения для реализации грандиозных задач по укреплению благосостояния людей такова основа понимания того как работает яги я могу рассказать об одном опыте одного моего друга он лежал в больнице в чикаго с тяжелейшим колитом а через два дня ему должны были удалить желчный пузырь в этот момент ему посоветовали провести яги махариши операцию отложили он заказал яги и через пару дней она началась как только началась яги в индии у друга сразу же прекратилось внутреннее кровотечение на следующий день он начал принимать пищу а еще через пару дней его выписали из больницы он не только совсем избавился от колита но и в целом его жизни негативные тенденции сменились позитивными я думаю что махариши последние десятилетия обогатил программу яги способности объединять здесь и там я думаю что именно этим объясняется то что пандиты работают на уровне который является настолько глубоким что они достигают уровня жизни где здесь и там совпадают вот почему они проводят яги в индии а результаты ощущается на больничной койке в чикаго это действительно очень интересно и на этом моменте я пока не останавливался уровень речи пара с которого декламируют ведические пандиты не только несравнимо мощнее уровня усталой грубой речи но само бытие на уровне пара бытия на уровне единого поля нахождение возле везде одновременно является уровнем безграничного опыта безграничной реальности это позволяет нам объяснить каким образом влияние яги может наблюдаться в любом месте по желанию даже за тысячи километров это действительно замечательный момент ведических пандитов махариши начинают активно готовить с 80 лет и эта подготовка длится до 20 лет и даже дольше подготовка включает себя как уже было сказано программа трансцендентальной медитации тайм-ситхи практикуемые в группе пандиты живут и работают в домах с совершенным васту все жилища и залы для программы построены в полном соответствии с ведической архитектурой махариши то есть они обеспечены всем лучшим в мире для создания эффекта который они создают не вызывает сомнений что ведические пандиты махариши получает самый лучший подготовку это известно по всей индии их подготовка гораздо шире чем у других и включает себя очень точные нюансы произношения все происходит все проходят абсолютно одинаковую подготовку увеличайших пандитов с идеальным произношением собранных со всей индии их подготовка как было сказано длится в течение многих многих лет и что особенно важно они нарабатывают навык чистого глубокого трансцендирования известно Продолжение следует...